Всем привет, ребята! Знаете, о чем думаю? Меня удивляют современные тенденции в музыке. Вернее, не столько в музыке, сколько в способах ее прослушивания. Это я о чем? Вот помните, звук сначала был моно. Кто-то помнит здоровые такие радиолы, вертушка наверху, один динамик, либо это просто был виниловый проигрыватель, проигрыватель виниловых пластинок с одним динамиком. Потом звук стал стерео. Появилось окружение, появилось звучание раздельное для каждого из каналов. Появились стереоколунки, стереосистемы S90. Это был предел моих мечтаний. Потом наступило время и на смену стереозвуку пришел звук объемный. Это 5.1, 7.1, 8.1, кинотеатры домашние в том числе с объемным звуком. А потом опять сменилась эпоха, пришло настоящее и бац! Звук опять стал моно. В общем, как вы поняли речь в сегодняшнем видео, пойдет у нас о портативной Bluetooth колонке. А вернее колонках, потому что эти от компании Ovio, что очень радует, стерео. Поставляются колонки вот в такой коробке. И вот такая картина предстанет перед вами, когда вы эту коробку распакуете. У меня эта картина ассоциируется, ну почему-то сразу с чернокожими братьями. У меня вообще все портативные колонки ассоциируются с чернокожими братьями. В фильмах, в американских показывают, они двигаются. Но не с такими, конечно, с огромными бумбоксами. И доставляют своей музыкой окружающим. У вас тоже будет возможность вот с этими колонками приобщить к своим музыкальным вкусам окружающих. Причем приобщать будет довольно удобно. Можно их носить как в руках, можно их носить и на руке. Тут есть у чехла петля. Можно прицепить к рюкзаку. Чехол на молнии. Чехол вроде бы как кожаный. Вот так он расстегивается. И внутри лежат колоночки. Колоночки соединены друг с другом посредством магнитного основания. Да, это еще дополнительный простор для творчества. Есть какие-то металлические поверхности. Пожалуйста, можно прицепить к металлическим поверхностям. Но не знаю, так вот на ум кроме машины ничего не приходит. Можно прицепить в спортзале, к тренажеру. И приобщать еще коллег, так сказать, по спортивному увлечению. Тоже к своим музыкальным вкусам. Колонка исполнена в пластиковом корпусе. Где-то вы можете встретить такое выражение как бук. Но бук это отделка. Тут пластик, галимый пластик. Каждая колонка оснащена заглушкой резиновой. Под заглушкой у нас скрывается AUX вход и microUSB вход для зарядки. Также тут же где-то есть у нас маленький-маленький индикатор. А даже, по-моему, два. Индикатор зарядки и индикатор режима работы колонок. Также каждая колонка оснащена кнопкой включения. Она же кнопка Play-Pause. Каждую колонку можно использовать отдельно. В том числе и в моно режиме. А также их можно соединить. Соединяются они по Bluetooth самостоятельно, друг с другом. И использовать эти колонки в стерео режиме. Что у нас внутри каждой колонки? Внутри у нас динамик 20-миллиметровый драйвер. По 5 Вт мощности каждый. Это раз. Также внутри Bluetooth-передатчик 4.1. Довольно энергоэффективный. И внутри 1 А аккумулятор. Производитель умалчивает. То ли в каждой колонке 1 А, то ли в 1 А аккумулятор на 2. То есть в каждой по 500 мА. Но, правда, заявлено время работы обоих колонок 8 часов. В среднем режиме громкости. То есть каждую колонку можно попользовать по 8 часов, если я все правильно понял. В моно режиме, в одиночном режиме. И таким образом растянуть удовольствие воспроизведения музыки до 16 часов. Колонки снабжены довольно подробной инструкцией на английском языке. Но, думаю, даже в этом случае ни у кого не возникнет проблем с их подключением. Они снабжены также голосовыми подсказками. И после включения обоих колонок они сразу подключаются друг к другу. Потом достаточно будет нажать два раза кнопку на одну из колонок. Она станет хостом. И подключить ее к телефону. И именно эта колонка потом будет у нас управлять плеером. Ставить на пле и на паузу. А также отвечать на звонки. Ее кнопочкой можно ответить на звонок. Пообщаться. А потом продолжить прослушивать. И о прослушивании. Как это все дело играет. Играет это дело, а вот неожидаемо очень хорошо. Почему неожидаемо? Ну никак я не ожидал такого звука, которого они издают от такого размера. Когда я их увидел, у меня сразу возникла ассоциация с колонками моей молодости. А вернее той поры, когда у меня появился первый компьютер. Это было очень давно. И тогда компьютеру продавали, знаете, такие маленькие, стрёмненькие коробочки-колоночки. Реже это был у нас Microlab. Чаще это всего был Genius. Они вообще очень противно играли. Это вот был такой вообще никакой коробочный. Даже звуком то, что они издавали, не назовешь. Вот и я при виде вот этих колонок подумал, что звук будет точно такой же. Никакой. Но нет, я очень сильно, очень сильно ошибался. Единственное, в чем подкачал здесь звук, так это в басах. Ну и в принципе это ожидаемо. В таком-то размере как можно сделать хороший бас? По-моему никак. И об этом же говорят характеристики. Колонок 80 Гц, нижняя частота воспроизведения. Как правило у колонок это ну минимум 20 Гц. Здесь же 80 и ни капелькой больше. Поэтому бас здесь такой коробочный, плоский и налезающий на средние частоты. В общем, чего разоряться, тут как в поговорке. Лучше один раз услышать, чем сто раз услышать. Слушайте, оценивайте. Ссылка на них как обычно лежит в описании. На этом я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, смотрите новые видео. Всем удачи, удачных покупок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА